У этого участка еще и адреса нет, зато проблемы уже появились, а связаны они с выбросом стоков на почву. Уведомления о нарушении федерального закона сотрудники водоканала оставляли хозяевам дома не раз, но никаких мер по исправлению ситуации не принято. Исход один. Таких абонентов отключают от водоснабжения и составляют протоколы. Предупредили абонента за сутки до отключения. Отключили сейчас с видимым разрывом путем демонтажа прибора учета. Соответственно, если абонент самовольно подключится к системе водоснабжения, то в соответствии с законодательством он должен будет оплатить безучетно потребленную воду. Обойдется это собственнику в довольно круглую сумму, плюс штрафы. Дешевле эти средства потратить на установку септика, считает хозяйка участка по соседству. Чтобы решить вопрос с канализованием, Марине Карагазян потребовалось чуть больше месяца. Теперь и на участки чисто, и ущерб экологии не наносят. Собираются демонтировать уличный санузел, для очистки которого приходится нанимать осенизаторы. С момента, как к нам обратился водоканал и администрация, мы постарались быстренько устранить эти все наши неполадки, установили септик. Да, было немножко финансово нелегко, но мы это сделали. И сейчас я думаю, что люди могут постараться и себе позволить в любом случае это сделать. Работа по выявлению незаконных канализационных стоков началась на курорте еще в прошлом году. В настоящее время в каждом районе Сочи по распоряжению первого заместителя главы города Мугдина Чермита были созданы рабочие группы. Уже обследовано свыше 14 тысяч объектов. Большая часть неканализованных домов приходится на Лазаревку. Это свыше 5 тысяч абонентов. В Волковке вопросы водоотведения нужно решить в порядке 400 объектов. У нас существует две группы. Они работают в ежедневном режиме вместе с водоканалом, с Роспотребнадзором, с сотрудниками полиции. Мы этой работой занимаемся. За истекший месяц нами составлено 35 протоколов об административном правонарушении. Отключено 15 домовладений. И вы знаете, эти наши действия имеют эффект. Решить вопрос с канализованием мэр Сочи Анатолий Пахомов рекомендовал в каждом районе до начала курортного сезона. На сегодня 6,5 тысяч объектов уже устранили замечания. В администрации подчеркивают, в любом случае комиссии придут к каждому нарушителю. И в конечном итоге в Сочи будут ликвидированы все факты сбросов фекальных стоков в ливневки, реки или море.